здравствуйте опять на связи с вами роман и так сегодня у нас телефончик принесли к 530 каждый день балую вас новыми телефончиками сегодня у нас sony ericsson sony ericsson принесли причина почему она в мастерскую она не работает микрофончик микрофончик здесь стандартный sony ericsson припаивается не меняется как все думают там немножко тонкая технология сегодня я вам продемонстрирую как я поменяю здесь микрофон всем советую смотреть внимательно кто хочет научиться менять микрофончики не по 10 штук из-за того то что они плавятся феном не стандартники микрофончик поменяем начнем проверку проводить диагностику не будем я уже ее провел для вас и так начнем берем отверточку что нам для этого нужно отверточка t6 любой набор лишь бы размерчик был t6 скрыватель скрыватель но тиски можно обычное но мне кажется он тут не потребуется она сама тут раскроется все корпус менее видно но не у меня где-то меня ли его так начинаем сразу смотрим возможные причины почему микрофончик не либо это сам микрофон вышел из строя либо фильтра отвечающие за микрофон либо так я сейчас объясню вам сейчас как она снимается аккуратненько ноготком можно поддеть немножечко с краю легонечко где само гнездо гарнитуры коннектор гарнитуры здесь снимается немножко хитро сначала снимается центральной крышечки немножко с краев поддеваем поддели немножко отщипнулась теперь по центру аккуратно отщелкиваем все защелки 4 ух ты аж прям стрельно ну так эту сняли крышечку теперь снимаем еще одну верхнюю она легко снимается скрытые два крепежных болта откручиваем откручиваем их так болтики покладем здесь аккуратненько и продолжаем очень легко аккуратненько непринужденными движениями снимаем внешнюю часть корпуса перед ним так перед нами разобранный телефончик что теперь мы делаем мы откручиваем болтик здесь фигурная отверточка откручиваем болтик крепежный ищем еще один их тут два раскручу еще один снизу так снимаем теперь теперь не тянем на себя аккуратненько отщелкиваем крепеж крепежки ноги сони эриксона так прищеплены тут два вот две крепежные две крепежки отщепнули и она очень легко снимается так переворачиваем ищем микрофон ох ты вот он красавец микрофон навести сейчас поближе наверно наведу покажу какой он тут красивый вот весь такой прям кто-то его там ковырял кто-то пытался почистить короче так теперь надо снять нам подложку клавиатуры аккуратненько отщелкиваем коннектор аккуратненько все крепежечки поснимали поснимали так сейчас я немножко повыше потому так что вам лучше видно было с краев крепежечки все отщепнули так сейчас я вот эту вот возьму штучку в руки есть контакт аккуратненько аккуратненько если не снимается что-то где-то держит посмотрим сначала где держит потом отщепнём разницы нету с какой стороны вы начали так щелкивается аккуратненько смотрим дисплей чтобы дисплей не испортить аккуратненько можно взять тоненькую отщепнуть его аккуратненько так что у нас тут все нормально все нормально так коннектор отщепнули так же с одного края можем снять смотрим аккуратно дисплейный коннектор дисплейный коннектор можно взять тоненькую отщепнуть его аккуратненько с этой стороны можем так же с другой стороны если мы начали открывать с другой стороны то так же коннектор отщелкивается снимается не повреждая не повреждаясь итак снимаем системный коннектор от гарнитуры смотрим микрофончик микрофончик как отпаивается так и припаивается с другой с обратной стороны микрофона сейчас я вам это продемонстрирую как это делается для начала можно можно залить это все флюсом сейчас я его повыше сделаю вот так вот вот можно было приподнять аккуратненько подставить чтоб вам все видно было все в лучшем виде все для вас так крокодильчиками прикусываем аккуратно смотрим куда прикусывают крокодильчики чтоб не на детали какие-то поверхности вот так вот сейчас мы его вот так вот немножко приподнимем чтоб вам видно было ага микрофончик вот все видно сейчас мы немножко так навелась берем флюс флюса немножечко выдавливаем при отпаяке можно использовать флюс при отпаяке микрофона но при припаяке не очень нужен как он расплавляется попадает на мембрану и эта мембрана забивается флюсом и начинает он барахлить не видно вам ничего с краешку аккуратненько греем температуру вставляем 460 470 градусов достаточно воздух давление воздух можно не слишком большое делать не обязательно прям уж совсем все так аккуратненько греем подержим пинцетиком с обратной стороны чтобы детали не катилась куда попало снимем аккуратно и мусорку ее она нам незачем так что там подержим мы немножко вот так вот стираем так сейчас подвинем немножко чтоб видно все хорошо вот так вот все прекрасно его видно можно добавить воздух либо температура если греть и он не отпаивается но 470 градусов вполне не хватает аккуратно перегреваем плату кружим по кругу феном вводим прогреваем именно это место вокруг немножко так пошел пошел все отпаяли микрофончик припаиваем новый так где его взять можно использовать прям стандартный можно припаять обычные ногиевские ногиевские они продаются очень дешевые схожие все аналогичный микрофон просто он идет в резиновой такой оправки можно его достать аккуратно вот он достается тоже по краям кругленький серединка как положено припаиваем его прежде чем его припаять мы немножко капнем олова олова для того чтобы не ждать пока оно залудится сам микрофончик залудим его аккуратненько сами так сейчас я беру плату плату можем убрать в сторону микрофончик сейчас залудим флюса можем немножечко мазануть немножечко еще раз подчеркиваю где-то засыпать его залить прям флюсом немножечко крапулечку так центр есть с краю есть необязательно весь прям вокруг делать с одной стороны с краю припаиваем обратно припаиваем так припаиваем заставим поближе пододвинем берем микрофончик опять приставляем и в обратном же порядке припаиваем припаиваем так немножечко пошевелим его ага все подсел придерживаем ждем пока остынет все припаился аккуратненько на месте держится все хорошо так все припаила все отлично все-таки немножко сим-коннектор подплавился Ничего страшного, уберем, и так, все нормально, снимаем с держателя, собираем, собираем телефон, собираем телефончик, все убрано в порядке, так, интергарнитуры причепили, динамичка выпала у нас, сейчас мы его вставим, динамичка, так, он вот так вот вставляется, ага, все, книзу усиками, как делаем, прищепляем дисплей, дисплей, у него удлиненный шлейфик, я вам продемонстрирую, немножко пальчиком вытянули его, и очень-очень легко, немножко опыта, конечно, он прищелкивается, все аккуратненько, вставляем прищепочки, нажимаем аккуратно, все, защипляем, коннектор, подложки клавиатуры пристегнули, дисплей протерли, так, теперь собираем далее, что у нас перед нами остается, вставляем заднюю часть, задняя часть легко надевается, смотрите, если не одевается, что-то туда попало, обычно, обычно, болтики попадают туда, первое правило, сначала проверить, потом уже собирать, вот так вот, сейчас будем проверять, подключаем телефон, включаем, включается наверху кнопочка, итак, прежде чем собрать, проверяем, это одно из главных правил, чтобы туда-сюда не собирать, не разбирать, вдруг припаялся он не очень хорошо, так, проверяем, очень хорошее есть на Sony Ericsson, удобство такое, это как сервисное меню, вызывается оно, лево, звездочка, вправо, право, звездочка, вправо, звездочка, так, выбираем, такое, под папочку, служебные тесты, тут есть микрофончик, проверка, служебные тесты, проверяем микрофон, нажимаем, микрофон, начинается запись, раз, 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 поддуваем немножко, сейчас я вам вот так поднесу, все отлично, все слышно, громкоговоритель, динамичек, можем попустить здесь, проверить, что угодно, видишь, тут как динамик, микрофон, все, можем проверить, итак, выключаем, прикручиваем два крепежных болта сверху фигурной тверточкой, снизу, так, есть контакт, булочки немножко слизанные грани, сложновато, так, тряпочки протерли, аккуратненько дисплей, тряпочку можно приобрести, где продают оптику, для отачков, может, специализированная тряпочка, ну, у меня от отачков, удобная, чистит хорошо, итак, продолжаем, одеваем переднюю часть корпуса, так, что-то не подходит, ага, задралась немножечко кнопочка, сейчас мы ее аккуратненько, можно пинцетиком, чтобы заново все не открывать, поджать, так, опять снимем корпус, никогда не ленитесь, что-то, если не одевается, смотрим, ага, немножко аккуратно вот так прижимаем, кнопочки сразу не родные, меняли корпус, поменяли кнопочки китайские, не советую так делать, советую оставлять кнопочки, которые были родные, оригинальные, тогда все будет подходить, все аккуратненько, так, все же, она опять задралась, сейчас мы опять это сделаем, повторим, еще раз, прошу не лениться, не говорить, снять, аккуратно поправить, повторять столько раз, пока аккуратно не оденется, попробуем с этой стороны, сразу оденем, кнопочку прищипнули, корпус как с одной стороны, так и с другой, легко, очень одевается, так, закручиваем болтики, верхние болтики прикручиваем, так, вставляем, опять же, подтягиваем, не тянем сильно, так, надеваем защитку такую маленькую, на корпусе, не забываем все поставить по местам, так, вот, она должна стоять, прищелкиваем с одной стороны, с другой стороны, все очень легко должно одеваться, так, с края прищелкиваем в одну сторону, потом прищелкиваем, вот так вот, все, все село, все, все красиво, последний штрих, завинчиваем последние, два болта, не забываем еще раз проверить телефон на работоспособность после ремонта, после сборки его, чтобы быть уверены в своей работе, так, все закрутили, ставим крышечку, одеваем, опять же, включаем, проверяем, кнопку, право, 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 звездочка, право, так, кнопочка не оригинальная, китайская клавиатура, лево, звездочка, вправо, прямо, право, звездочка, вправо, звезда, которые очень туго нажимаются, так, микрофончик, раз 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 микрофончик проверяем все отлично слышно микрофончик работает и так все выключаем все наша работа окончена спасибо что посмотрели это видео ставьте лайк если вам по душе такой ремонт заходите на мой блог блог . мастер-мобайлс . ру жду вас там делюсь с вами своим сокровенным опытом всем спасибо до свидания